Друзья, добрый вечер. Сегодня четверг, 12 декабря. Как обычно, по четвергам выходит наша программа «Кухня Юга-Запада». Это первая зимняя программа. Сегодня мы посвятим нашу программу Еврокубкам, Малой Москве, Лиге Москвы и Кубку Москвы и второму дивизиону, второму А, второму Б дивизионам. Будет у нас сегодня гость Иван Волков, главный тренер команды «Инчемп». А эту передачу проведу для вас я, Михаил Першин. И Антон Погладин. Здравствуйте. Антон, начнем сразу с Еврокубков, с Малой Москвы, так называемой. Перейдем к группе «С». Сейчас видите турнирную таблицу группы «С» на своих экранах. К сожалению, трейдер после гостевой победы над «Портером» дома уступил со счетом 4-3. Вели подопечные Владимира Гулешинова 2-0, но, к сожалению, не смогли удержать этот победный счет. Важная была игра для позиций команды в группе. Сейчас на третьем месте команда. По дополнительным показателям уступает как раз «Портер». лидирует Коренева, который мы, в принципе, списывали со счетов после первой игры после поражения «Краса Трейдера». Сейчас у команды после четырех игр 9 очков. «Портер» на втором месте 6 очков. У трейдера «Тим Гуфс» также 6. И «Северный Альянс» три очка команда набрала пока что после четырех матчей. И помним мы, что как раз с трейдером были набраны эти очки. Но там у трейдера, скажем прямо, не сбор был и команда была не похожа саму на себя. Это мы обсуждали в прошлой передаче по поводу той игры, поэтому к ней возвращаться не будем. Что вот думаешь по поводу группы «С», по поводу позиций «Портера» и трейдер «Тим Гуфс» как бы, ну, наверное, вот именно в очном противоборстве этих команд решится судьба второй путевки. Был идеальный шанс у них в игре с «Портером» отцепить вообще «Портер» от борьбы, да, в принципе, набирать 9 очков. Сейс Коренева, в принципе, довольно-таки уверенно можно было уже думать о том, о следующем раунде так называемом, да, но, к сожалению, не получилось. И в отличие от первой игры, которая проходила на Сеатоне парке, где трейдер в концовке вырвал победу, здесь такое ощущение, что было продолжение того матча, да, и в начале этой уже встречи Арутюнян делает дубль уже на 11-минуте, 2-0, уверенное начало. И, честно, трейдер нас приучил к тому, что если они хорошо начинают игру, они ее забирают под контроль, и, в принципе, ничего плохого для них не происходит никогда, даже по чемпионату. Ну, а «Портер» лишний раз доказал то, что это опытная команда, у которой примерно один и тот же состав уже на протяжении долгих лет и долгих сезонов. И, зная Максима Ковальчука, главного тренера «Портера», играющего, да, были сделаны грамотные корректировки. И, в принципе, «Портер», благодаря своему опыту, благодаря идеям своего тренера, сумел перевернуть так неудачно сложившийся в дебюте встречи матча. Ну, в принципе, да, соглашусь с тобой, помимо первого тайма дубля «Артюняна», конечно же, отметим две голевые передачи Андрея Соловьева. Очень мне нравится этот крайний полузащитник, центральный полузащитник трейдера, он и отрабатывает сзади, и креативен довольно. На самом деле, по мне, ключевая, конечно же, ситуация в игре вообще произошла на последней минуте первого тайма. И пытался Владимир Гуляшинов оспорить этот мяч. Скажу, в чем была суть. 30 минут основного времени истекли. Как раз вот именно на истечение 30 минут вбрасывал мяч штрафной, около штрафной трейдера был аут назначен. Ну, и сам понимаешь, что ни один арбитр в этой ситуации не остановит игру. Мы играем ни в хоккей, ни в гандбол, ни в водное поло, где звучит сирена, и мы закончили. Ну, и, соответственно, дали вбросить из-за боковой этот мяч. Далеко в штрафную Карташов его кинул, и Ковальчук там головой опередил всех. Временно табло было 30-15, сыгранное в первом тайме. После этого прозвучал свисток об окончании первого тайма, и Владимир Гуляшинов говорил о том, что не было предупреждения от арбитров о том, что будет добавлено время. Но, мне кажется, в этой ситуации не надо даже говорить. Понятно, что атака, и всегда дадут атаку довести до конца. Ну, очень редко, когда у нас ауты или угловые в конце таймов не дают произвести. Если только когда игроки начинают думать, кто будет его выбрасывать, как они это делают, тогда да, судя обычно дают. А когда быстрый ввод, да, смысл-то какой. И вот ты вот рассказывал про данный эпизод. Может, это как-то психологическому плану повлияет? Конечно, и команда уходит на перерыв при счете 2-1, и уже психологическое преимущество в этом матче переходит к Порпетеру. Конечно, уходить на перерыв со счетом 2-1 и 2-0 – это две большие разницы. Я думаю, конечно, не будет этого мяча. По-другому бы 100% сложилась бы игра. А так на 36-й минуте Портер сравнивает счет. Хлебников отдает передачу на Бочкова. Дальше прям сразу, прям сразу начинает Портер с центра поля. И Портер перехватывает мяч, проводит свою еще одну атаку. И Кортков, Иван, там меньше минуты буквально прошло между этими забитыми мячами, делает счет 3-2. Максим Ковальчук дальше оформляет дубль уже на 45-й. На 51-й Уртюнян, который великолепно играет, он во внутреннем чемпионате здорово играет, в Еврокубках делает хет-трик. Дальше были моменты у трейдера, были моменты у Портера. Но были хорошие моменты, могли сравнять по-хорошему футболисты трейдера. Но Тимур Хусаинов, голкипер Портера, не позволил это сделать. Несколько раз там он выручил, конечно, свою команду. Обидное поражение, учитывая, что ввели 2-0. Но расстраиваться не стоит. Коренева обыгрывали дома, почему бы не сделать это на выезде. Ну и у Северного Альянса, как говорится, сам Бог велел взять реванш за игру первого круга. И я верил в то, что все-таки трейдер преодолеет все трудности и из группы выйдет. Я тоже так думаю. В принципе, смотри, опять же, если чуть-чуть вернемся к этому матчу, мы с тобой часто говорим о том, что в каждой игре у команд существует такой провал, когда выдают 5-8-10 минут, когда завал позиционный и так далее и тому подобное. В принципе, если убираем перерыв между таймами, то Портер в течение 6 минут забивает 3 мяча. Да. То есть, вот такой вот провальный какой-то отрезок. И не смогли, и были запасные. И Василий Янатовский, опытнейший футболист, появился на поле в первом тайме. В основном, конечно, Владимир Гулешинову помогал с бровки, руководил игрой команды. Но сам вышел, там был момент, когда надо было выйти. И Василий с своим опытом, своим мастерством, конечно же, помог команде. Но вот, может быть, как раз в эти минуты, его-то и не хватило, кстати, чтобы был опытный игрок, который именно не с бровки, а именно на поле подскажет. Ну, просто успокоить даже ребят, да, в этих спорных таких моментах. Ну, ладно, трейдеру удачи, все в их руках. И, в принципе, болеем. Болеем. Вообще, нам нужно трейдерсов. Переходим к группе Д, Лиги Москвы. Там вот я бы охарактеризовал, знаешь, как фраза «гладко был на бумаге, да забыли про овраги». Как все безоблачно начиналось, и как сейчас много вопросов есть по поводу выхода из группы. Ну, сами себе, наверное, осложнили ситуацию футболиста «Атласа». Пост двух игр, шесть очков, хорошая игра, хорошее выступление в гладком нашем внутреннем чемпионате первой дивизионе. Все здорово. Но здесь восточный «Витязь» откуда-то нарисовался. И, ну, неоткуда-то, а с востока. И в первом матче там сокрушительное поражение терпит «Атлас». Поехали на выезд. Игра была в воскресенье. Вот буквально недавно. Игра была в воскресенье. 8 декабря. И были... Нужно было, необходимо «Атласу» было побеждать «Витязь». Но уже на третьей минуте «Витязь» выходит вперед. Денис Рыжов с передачи другого Дениса Сычева выводит вперед восточную команду. И, конечно же, ну, когда пропускаешь вначале, сам знаешь, тяжело. Бывают обратные примеры. Мы вот несколько минут назад обсуждали, как Портер выправил ситуацию в манче с «Витязем». Ну, и здесь, в принципе, все не так плохо шло. На 21-й минуте Анвар Бояркин, один из лидеров «Атласа», сравнивает счет. 1-1. Но, опять же, мы говорили про какие-то отрезки. И получается, что 30-я минута, последняя минута первого тайма. И Кирилл Керенков 2-1 выводит вперед «Атлас». Ой, прошу прощения, «Витязь». Голд в раздевалку получает команда Максима Адаксина. И, ну, психологически уже тяжело. Дальше больше. Вышли и получили гол из раздевалки. Даниил Иванов на 31-й минуте, 3-1. И уже, конечно же, ну, знаешь, вот самое обидное, вот по себе знаю, это гол вот в перерыве. Дается какая-то установка, ребята, давайте выйдем за объем. Ну, какие-то, понятно, планы, стратегия разрабатывается. А здесь ты выходишь и получаешь гол. И, мне кажется, сразу ты забываешь то, о чем вообще говорилось в перерыве. Ну, конечно, надо время для психологического восстановления, назовем это так. Ну, видимо, пока восстанавливались. На 39-й минуте Максим Пименов до трех мячей увеличивает преимущество «Витязя». 4-1. Дальше через три минуты Илья Ефремов уже 5-1. Но нашелся в составе «Атласа» опытнейший футболист Иван Вершов. Футболист с опытом выступления в западной премьер-лиге. И на 43-й на 50-й минутах, казалось бы, возвращает интригу в этом матче. Забивает два мяча. Счет становится 5-3. Но сразу же в ответной атаке на 51-й минуте Алексей Прянишников делает счет 6-3. Устанавливает окончательный счет в этой встрече. 6-3 «Атлас» проигрывает. И в турнирной таблице пока что, к счастью, идет на втором месте. «Витязь» лидирует с 10-ю очками. «Атлас» имеет 6 очков после четырех игр. «Вет» — 4 игры и 5 очков. И «Русь» — 4 игры и 1 очко. И вспоминаем мы, что как раз «Атлас» играть с «Ветом» — это уже, можно сказать, будет практически матч плей-офф. Если «Атлас» обыгрывает «Вет» на выезде в следующем туре, то никаких проблем не должно возникнуть тогда по выходу в следующий раунд. Напомним мы, что пятые туры матчей Лиги Москвы будут уже в марте месяце. И, соответственно, пятый тур «Вет» — «Атлас» победа на выезде гарантирует выход из группы. Поэтому все в руках, ногах ребят. Я думаю, к марту месяцу уже стабилизируется у «Атлас» состав. Уже будут понятны какие-то перспективы в материном чемпионате. Я почему-то уверен, что как минимум в зоне плей-офф за борьбу за выход в высшей лигу они будут. И все зависит только от них. Болением за «Зеленых» поддерживаем их. И будем надеяться, что так же, как и «Трейдер», обе команды у нас все-таки выйдут. Мы уже прогнозировали с тобой финал. Ну, конечно. Мы его и ждем. Мы его и ждем. Пока все идет к этому. Будем надеяться, так и закончится. Ну, а теперь давай от печальных событий к радостным. Где-то мы хоть что-то, чем-то можем похвалиться в этой Еврокубковой кампании. «Атлант» из Обнинска. Играл первый раунд Кубка Москвы с командой «Вихрь», которая представляла «Юг». Первая игра, напомню, 3-2 на выезде «Атлант» победил. Проигрывали там ребята 2-0 сначала. Но дальше сумели переломить ход поединка. И в итоге 3-2 была победа на выезде. Еще раз напоминаю, что в матчах плей-офф в ЛФЛ не считается мяч забитым на чужом поле. То есть, грубо говоря, если бы в отчетной игре с «Вихрем» с «Домашней» Атлан бы проигрывал в один мяч, независимо от результата, там хоть бы 6-7 они проиграли, там или 1-2, то сразу были бы пенальти. То есть гол на выезде не считается. И начали блестяще. Ярослав Мамочкин, один из руководителей, представителей «Атланта» выводит вперед на второй минуте. 1-0. Руслан Волков закрепляет преимущество на 10-й минуте 2-0. И, казалось бы, ну все. Все. Есть преимущество, все хорошо, но, видимо, команда с юга была вдохновлена именно игрой «Атланта» и потихонечку перехватила инициативу. В итоге Максим Клочков на 18-й минуте делает счет 2-1. А на 35-й минуте вообще становится очень жарко. Тот же Клочков оформляет дубль. 35-й минуты и вихрю. Для того, чтобы перейти в виртуальные пенальти, нужен один мяч. И все было бы тогда безоблачно для команды с юга. Но относительно уже отыгран гол на чужом поле. Ну и как будто это моральное преимущество в этом противостоянии, мне кажется, перешло бы к вихрю. Но, к счастью для нас, Виталий Бессонов на 43-й, Никита Дроздов на 45-й. Опять мы говорим вот этот вот интервал в 5 минут. Отрезок какой-то, да. Забивают два мяча. И дальше Александр Голубев на 54-й минуте отправляет пятый мяч. Но, мне кажется, уже пятый мяч забивался уже, ну, было понятно. Вихрь, уже вихрь там начал раскрываться. Там уже и чуть-чуть завелись ребята, уже не особо на футбол они не реагировали. Но мы очень хорошо общаемся с южными журналистами. И говорили они о том, что вихрь в команде хорошая. И что тяжело с ней будет. Да, оказалось тяжело, но мы прошли. Молодцы. И теперь, опять же, в марте месяце Атлант ждет встречи с командой Коман. Это команда Восточной Лиги. Но пока что там ничего такого выдающегося нет. Команда на Востоке идет там где-то 10-е место, по-моему, занимает. И вот в туре, который был в выходные, в утреннем чемпионате 7-2, что ли, они, по-моему, проиграли. То есть... Знаешь, вот эти вот счета иногда 7-2, там 13-0, там тот же Атлант вспоминаем, 0-8. То есть, ну, где-то не доехали люди. Нет, ну это да. Но мы говорим о том, что команда, если она шла на первом месте и проиграла 7-2, это да, не доехали люди. Атака найдет там 9-е, 10-е место. Ну, понятно, это Восток, 2-й дивизион, там, да, они там посильнее, явно, нашего второго. Но факт в том, что с этой командой можно играть, можно ее обыгрывать. Да, будет специфика, с ней столкнется Атлант, это с полем на Востоке. Напоминаю, что на поле Академии Спиртака принимает Восток. И большое поле делится пополам. Есть свои нюансы, но зато на своем, на домашнем стадионе мы должны показать свой футбол. И, в принципе, и на выезде. Надеюсь я, что у Атланта все получится. Выйдут, они будем болеть за ребят. И вообще, и по турниру, но это мы чуть попозже обсудим по второй лиге. И в Еврокубках пока радуют их результаты, молодцы. Ну да, плюс я недавно удосужился поработать на матче Атланта, играли они с Браусом. Ну, это мы и довольны. Нет, я к чему, к тому, что вот даже вот по игре, у ребят есть всегда запас прочности. И когда они чувствуют то, что из-под контроля игра начинает выпадать, они мобилизуются и начинают играть свой футбол, против которого на данный момент в их дивизионе никто ничего противопоставить в принципе не может. Поэтому, играя с такими же коллективами на Москву, я думаю, ребята не испытывают особого психологического какого-то напряжения. Они готовы к турниру и их результаты лишь подтверждают. Ну да, вот с Викером там в начале на юге было, но это мы уже рассуждали. Уровень сопротивления, там еще что-то. Другой футбол абсолютно. Мне кажется, к Коммуну подойдут в нормальных кондициях, будут понимать, что да как уже. Конечно. И накануне там одна восьмая финала. В принципе, Кубок Москвы вообще скоротечный турнир. Поэтому все зависит от Атланта. Желаем им удачи, ждем студии. Должны были они приехать и вроде сегодня и пообщаться с нами. Но, к сожалению, не получилось. Сами понимаем, что команда из Обнинска. Но в весенней части мы ждем Ярослава Мамочкина или еще кого-то из футболистов Обнинского Атланта у нас в студии. Всегда им будем рады. И вообще интересная команда. Хотелось, чтобы они сами рассказали. А то одной Обнинской команде Техносильму дали слово. Атланта пока нет. Но ничего, прибережем их на весну. Да, у нас много вообще с тобой идей по поводу гостей. Ну да, у нас много всего. Давайте переходить, заканчиваем с Еврокубками и переходим к гладкому чемпионату. Напомню, что сегодня будем обсуждать именно вторые дивизионы. И только их 2А и 2Б. Друзья, ну и начинаем мы обсуждать вторые дивизионы. Начинаем мы с 2А. К нам присоединяется Иван Волков, главный тренер команды Инчемп. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Инчемп, мне кажется, все-всего показал. И показывает 20 матчей, 58 очков. Одна только ничья с Вихрем. И то мы тогда разбирали эту игру по игре. Инчемп, конечно же, был ближе к победе. И хотелось бы... Давно мы хотели позвать уже кого-то из Инчемпа. Вань, ну 20 туров прошло. Вот в целом, понятно, что задача, я даже не спрашиваю, что выход в 1-й дивизион. Одна из. Одна из? Одна из. А какая еще? Кубок. За кубок тоже хотели? Обязательно. Ну да, в принципе, ничего невозможного нет. Очень многое зависит от сетки и кто попадает. У нас есть примеры, когда команды 2-й дивизионной в полуфинале играли в финалах. А в том году... Селеста играла в финале. Селеста в том году играла в финале. Алмаз в полуфинале. В 1-й восьмой. Атлас дал будущему чемпиону 3 звездочки. В том году 3-2 проиграли всего лишь. Тоже на тот момент были представители 2-й дивизионной. Не обладатели кубка чемпионов. Будущему чемпиону, я и сказал. Будущему чемпиону, да. Поэтому, в принципе, примеров ярких команд из 2-го дивизиона, которые в одну калитку, условно говоря, выиграют, как к чемпион на данный момент идет. В принципе, почему нет? Конечно, согласен. Попробую. Полностью согласен. Ваня, давай вернемся чуть к событиям лета. Потому что команда новая. Вот она откуда-то появилась. Да, есть знакомые люди по выступлениям за какие-либо команды. Хотя мы помним еще давно-давно, что руководил ты различными клубами. Выводил их в дивизионы выше. Несколькими было. Да. И в том сезоне играл за «Союз». Ну, там «Союз» в том сезоне не представлял, конечно, такой силы, как «Инчемп». И ясно, что такое предложение. Плюс «Тренецкое». Оно, конечно же, намного интереснее. Да, да. Вернемся к лету. Как вообще организовался этот проект? Все очень просто. Поступило предложение. Такое достаточно интересное, перспективное. Плюс я закончил длительный проект, которым руководил. И долгое время тренировал. Соответственно, просто новый вызов. Новые интересные какие-то задачи. И, ну, как бы, свобода с точки зрения формирования команды. И, там, выбора игроков. И, ну, как бы, все очень по-взрослому. Есть цель, есть задача. Если игроки не справляются, они свободны. Если тренер не справляется, он свободен. Все очень просто. Тренировочный процесс? Две-три тренировки в неделю. Две-три тренировки в неделю. То есть, на вернатке тренируетесь еще где-то? Ну, летом тренировались на вернатке. В связи с реконструкцией, скажем так, нашего домашнего поля. А сейчас это, ну, у нас. И плюс еще, может быть, какие-то там близлежащие поля, типа Ложников. У вас это, я правильно понимаю, качально? Да, да. Речь идет о качально. Качально, там хороший стадион, я слышал. Да, новый. Особенно, когда там был Лукин перед выборами. Помнишь, история была, вмешался там. И вроде там дело с... Нет, нет. Там действительно, там супер газон, супер условия. И, ну, как бы нам это домашний стадион с точки зрения там привлекательности, места, конечно, это лучший выбор. И сейчас, не знаю, зимой, ну, на теплые поля идем куда-нибудь. Ну, где подогрев есть, да, согласен, это выбор есть. Тренироваться лучше, конечно же. На таких покрытиях. Комплектование команды. Вот есть игроки с опытом высшей лиги, кто играл. Вспоминается Лисневский, Илазов вспоминается. Вообще, кого-то, каких-то игроков всех ты приводил, или... Ну, в основном, да, нет. В основном я подбирал, все очень просто. У нас очень молодой коллектив, там, 20 лет, 19 лет, все, там, где-то кто-то занимался, где-то кто-то поиграл. Поэтому, как бы, все это ребята, все хамовники, стадион Качалина, собственно, это не пустые для них слова. И, как бы, тренеров они всех знают. Ну, и, соответственно, там, вот у вышеупомянутых ребят я давно знаю, еще по их выступлениям. За, там, ДФА и других тренеров. А всех остальных, как бы, ну, мы набираем ребят, которые хотят играть, которым интересны. Ну, и, как бы, опять же, у нас проблема-то футбола, они всем известны. Выпустился, свободен, иди, там, поиграй где-нибудь на коробке. Ты либо закончил с футболом, ну, либо, как бы, ищешь. Ну, либо у тебя продолжилась, да. Да, да, да. Ну, я бы не назвал это прям карьерой. Но, как бы, у нас хотя бы четкие понятные условия, что есть тренировочный процесс, есть тренерский штаб, есть, ну, там, не знаю, элементарные какие-то понимания того, что не надо бить мячом вверх все время 60 минут. Вот это не футбол, не надо, там, во всех прыгать, катиться и думать о том, что ты суперзвезда, там, на дворовом уровне, как бы, выходи, играй и получай удовольствие. Надо, чтобы мне нравилось смотреть, а людям, которые, собственно, придумали проект, да, не только результат какой-то там на табло красовался, но и они получали эстетическое удовольствие. Потому что, ну, если мы будем играть, не знаю, в бей-беги или вот этот удар, или там вверх поборолись, отскочил, ну, тогда надо сразу заканчивать этот проект и заниматься другими делами. Ну, я думаю, под такой футбол еще и состав подбирается немножко по другому принципу, да. Ну, конечно, нет, нет, здесь все очень просто, ну, как бы, формирование, опять же, естественно, что мне нравятся, там, игроки, которые быстрые, техничные, играют в передачи, в открывания, стараются работать с мячом. Если бы у меня были, ну, другие игроки, я бы играл по-другому, потому что, опять же, там, ну, я не беру вторую лигу, даже в первой, там, вот это люди, которые, там, ну, как бы, тренера, да, вот они привыкли, там, 3-3-1, и все, у него два, там, не знаю, сильных центральных защитника, он говорит, все, 3-3-1 играем и ставят, там, не знаю, его куда-нибудь. Ну, как бы, у нас такого нет, мы играем в четыре, наверное, схемы, в зависимости от, там, моего настроения, подбора игроков и, ну, не знаю, там, ситуация на поле. Ну, конечно, если я вижу сопернику, там, неинтересно в футбол играть, зачем сидеть в окопах, там, не знаю, оборонять кого, вратаря, чтобы он замерз. Поэтому, конечно, мы стараемся, ну, в разные, там, схемы играть. Это может получаться, не получаться, ну, хотя бы. Согласен, а вообще название ФК НЧемп, оно откуда идет? Это, ну, насколько, как бы, я вам могу объяснить, это, ну, название в чемпионат было занято, да, это, соответственно, перевод с английского в чемпионате. Ну, и, соответственно, должен появиться ресурс, который будет так и называться, и, соответственно, он будет направлен на любительский спорт и какие-то развития, ну, коммуникации сетей между... Ну, то есть, новостной, да, какой-то ресурс? Да, да, да. Обозревающий. Да, да. С Алексеем Пучненым как делятся полномочия у вас вообще? Он, как бы, занимается административно, а ты тренерский, да? Да, 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 я не лезу в это, мне не интересно. Ваня, есть чем заниматься, у него четыре схемы, обкатывать и игроков подбирать еще, у него время. Ну, нет, мы сейчас, как бы, ну, подбирать игроков, это такой, очень сложный процесс, и с точки зрения, там, вот сейчас формирование состава, ну, при всем уважении, ну, нет смысла, как бы, ну, что, мы еще, еще сильнее будем, и чего это даст? Для чего сейчас? Ну, нет, это, во-первых, как бы, опять же, команда, это не набор игроков на поле, там, понятно, если у тебя, вот сейчас мы 10 игроков возьмем, пригласим, там, майки оденем, все, они всех будут обыгрывать, ну, отлично, это будет 10 игроков в одинаковых майках. Поэтому у нас, ну, задача создать команду, коллектив, плюс у нас все ребята друг с другом общаются, это, там, не знаю, школьники, которые учились вместе, там, люди, которые за командой прошли какой-то путь. Поэтому, ну, нет смысла, и мы не стремимся, я лучше их, там, не знаю, ну, до какого-то уровня, там, да, доведу, объясню, и, там, не знаю, подскажу, поделюсь, чем мы сейчас, там, не знаю, возьмем из вышки троих, и все, и эти сядут на банку, а у нас будут, ну, не знаю, там, не 5, 4, а 7-4, считают. Ну, очень круто. Ну, вот, в перспективе, Иван, ну, выходим в первый дивизион, тем же самым составом будешь играть, ничего менять не будешь вообще? Ну, это же от игроков зависит, опять же. Нет, конечно, буду. Ну, то есть, есть линии, в которых мне нужны игроки, я точно знаю их фамилии, я точно знаю, как бы, кого можно взять, кого было бы интересно взять. У нас, ну, там, совершенно четкие и понятные условия, и нет такого, что, там, я даже не знаю, кого, у кого, там, у Тёме Севастьяновой, я сейчас напишу, скажу, Тёма, ой, так, ты нам нужен, там, уходи из транс-контейнера, или где-то там сейчас. Ну, как бы, нет, конечно, но это бессмыслица. Нет, если у нас, там, ну, наверняка, много кто-то же забивает из наших, поэтому, ну, если они будут забивать, ну, вот, отлично, да, вот, отлично, все, пусть забивают дальше в первой лиге. Если кто-то, ну, не справляется, ну, мне очень жаль, мне, честно говоря, просто, ну, нету времени, скажем так, чтобы вот это, там, давайте годик подождем, там, обкатаемся, ну, да, окей, пусть другие этим занимаются, мы нет. Ну, то есть, это честный подход, как только я пойму, что, не знаю, там, ну, мы не тащим, не вывозим, ну, тут, как бы, опять, я повторюсь, это два варианта. Либо игроки не справляются, ну, тогда, все по-честному, либо, тренер, спасибо большое, опять поражение. Ну, понятно. Приходим на интервью. То есть, ты, как я понимаю, из твоих слов, то, что ты больше надеешься на тех, кто сейчас, на то, что они не снизят к себе требования и будут продолжать расти. Ну, снизить, я их выгоню. Ну, я так и понял, да. Ну, и потом, я думаю, что, когда им будет, там, не знаю, 22, 23, уже никого не останется. Ну, типа, там, 30+, уже закончат окончательно, 40, там, уйдут в ветеранские лиги, а такого наплыва, там, не знаю, высококачественных игроков, их, ну, просто технически не будет. То есть, они выйдут, там, на пик через 2-3 года, скорее всего, если, там, ну, не знаю, ничего не случится. И все. Ну, и, соответственно, на пике они и подойдут, там, не знаю, к вышке. Ну, нет такого, что мне, там, ой, вышку надо выиграть, там, обязательно, ну, и что, коробка с медальями, вот, там, валяется где-то под кроватью, там, что она дает, ничего. Эмоции какие-то, там, впечатления, хорошие, там, да, несколько часов на поле. Все, это самое главное. А, там, победы на людей менять, ну, у нас точно нет. Мы не готовы на это пока. Ну, да, видел я, что и часто много молодых игроков. Ваня об этом говорил, и родители их приезжают, поддерживают. То есть, в принципе, Винчемпо такая поддержка неплохая. Ну, и, конечно, по игре команда явно, там, доминирует, и что-то такое говорить, рассуждать, там, в принципе, без оглядки. Они практически играют. Вот так вот, если поговорить, практически сыграли со всеми уже, кто запомнился вообще? Новомосква, хороший матч был, честный, интересный, все бежали, играли, там. Там, хорошая игра с Союзом была. Ну, и, может, еще там несколько таймов, которые были, ну, действительно, интересные. Качество футбола. Не вот это, там, война, крики шумгам, там, я уж не знаю, что, там, катиться, рубиться, убиваться, а именно, вот, качество футбола. Ну, и, еще раз повторю, у нас, как бы, родители, это все стадион Качалина, это все одни и те же ребята, которые, там, выросли вместе, и, ну, соответственно, родители, конечно, приезжают, и они у нас где-то, там, играют в совместных, там, командах. И в этом огромный, там, потенциал и смысл. Потому что, там, если люди собрались со всей Москвы ездят, там, ты где играешь, он говорит, я на поле, он говорит, молодец, все здорово, иди. Как его зовут? Сережа, говорит, ну, нормально, Сережа, давай, там, бегай, открывайся. Ну, как бы, тогда это, опять, другая история, у нас, все-таки, коллектив, и хотелось бы, чтобы он, там, рос, и, скажем так, ну, куда-то прогрессировал, потому что, бессмысленно, там, говорить о том, что, не знаю, там, первая или какая разница. Мы, совершенно, четко, хотим играть в футбол, и, ну, он, действительно, должен приносить удовольствие, там, а вот, ну, все остальные играют в то, что умеют, наверное. Ну, да, у многих зависит от, ну, вот эта вот идея про, там, чемпионство, что мы уже, там, это все такая глупость. 20 туров сыграли, еще, наверное, 20 осталось. Ну, не 20, там, поменьше. Ну, поменьше, но сейчас, вот, кто весной придет, непонятно, кто в каких, там, кондициях из команд вернется, плюс, ну, опять же, как бы, вот, когда, там, последний матч кончится, медали на шею повезут, ну, тогда все, чемпионы молодцы, там, их любят девчонки, там, фамилии, какие-то, сборные, там, возьмут. Ну, тогда сейчас, ну, что, в таблицу смотреть бессмысленно. Ты говорил, Вань, про хамовники, да, то, что ребята в основном с хамовниками, для них это не пустой звук, а какие отношения с хамовниками в 0.9? Совершенно, ну, как бы, дружеские, товарищеские, Алексей Макаренко на том, что они тренируются, соответственно, там. А можно сказать, что это дерби, когда вы играете? Есть какой-то, ну, такой эмоциональный некий фон? Не знаю, может, у них. У нас вообще никаких дерби нет. Я, ну, честно говоря, не очень понимаю, я там, не знаю, понимаю, когда люди, вот, еще раз приезжают, там, не знаю, было такое, каховка с Донским играл, вот это дерби, потому что там люди приезжали, там, до футбола, после футбола, и на футбольном поле, там, не знаю, умирать. Там были Бородинос, Реал Москва на Западе, тоже, как, ну, там, просто ужас какой. А тут, когда люди, там, не знаю, я тебя знаю 10 лет, все, значит, у нас это принципиальная игра, ну, хорошо, настраивайся, там, не знаю, мы, ну, я не знаю, мне приятно, я, там, много народу знаю вообще просто в ЛФЛ, и, там, потому что судилы где-то играл, ну, как бы, там, на кого-то сверх, там, точить зубы, ножи, и, там, приезжать, что, там, не проиграем любую, если нас обыграют, ну, молодцы, классные ребята, значит, там, мы слабые, вы сильные, очень хорошо. А дерби с хамовниками, ну, не знаю, у Алексея Макаренко спросите, он придет, может, у него есть какая-то. Ну, да, у него всегда есть точка зрения какая-то своя, узнаем ее обязательно. Алексея Макаренко мы сегодня попозже слышим еще в эфире, потому что интервью он нам давал после матча хамовников 0-9, но это все чуть попозже. Ваня у нас, на самом деле, довольно специалист такой жесткий, и молодым коллективом управлять тяжело, и периодически там даже за ошибки, когда все устраивает, казалось, по счету там команда может устраивать, и идет подсказ какой-то, там, пихать, говоря футбольным языком, и замены идут за какие-то не самые лучшие действия, посиди, там, подумай. И вот даже игра была в воскресенье против Метрологика Дубль играла команда. Вот об этой игре чуть-чуть, мы ее показывали на ЛФЛТВ, ее можно посмотреть на нашем ютуб-канале, пожалуйста. Вообще, как игра складывалась, я знаю, что там, да, 3-0, потом 3-2, но вообще-то какой-то комментарий, потом разбор. Ну, я бы сказал, что, как бы, игра складывалась достаточно, там, комфортно, просто, мы, собственно, там, не знаю, никаких схем, там, не придумывали, ничего, вышли играть в свою игру, там, может быть, там, первые минут 10-15, там, приходили в себя, еще очень жесткое поле, и с точки зрения, там, движения тяжело тем, кто, там, с обувью не угадал, вот. Ну, а потом, как бы, что, пришли голы, голы, в принципе, достаточно, там, качественные, и, там, и комбинации были хорошие, и какие-то розыгрыши мне понравились, но, как бы, опять же, там, не знаю, на мой взгляд, там, судья немножко упустил нити игры, плюс, ну, как бы, вот, я еще раз, там, повторюсь, поскольку, ну, там, не знаю, вот, мы, там, участвуем, да, там, в любительском спорте, там, что-то мы организовали, у нас есть, там, ну, как бы, если люди приезжают с агрессией на, не знаю, такие матчи, и, там, вот, они, не знаю, выходят, и прям, ты мне что сказал, там, человеку в институт идти завтра, там, на второй курс, а у него уже трое внуков, и он за ним бегает, говорит, я тебе сейчас, там, что-то, ну, как бы, очень плохо, и, конечно, понятное дело, что, там, систематически, если люди, там, прыгают, фалят, у молодых игроков, там, тестостерон, он, конечно, хочет, там, доказать, не знаю, уж, там, болельщицам, девушкам, там, не знаю, чтобы его по телевизору показать, и он начинает, там, дядьки, с другой половины поля, там, иди сюда, ну, как бы, это, конечно, очень плохо, и с точки зрения, вот, ну, как бы, такой эмоции, конечно, игра так себе, потому что, не знаю, еще в первом тайме вратарь метрологика, там, кричал нам, что мы закрыли рты, и, там, шли куда-то, ну, как бы, мы закроем после игры, и пойдем, там, по своим делам, у нас, в принципе, ну, как бы, нет каких-то, вот, я еще раз говорю, там, моментов, что мы, там, хотим кому-то что-то доказать, или нет, а то, что 3-2, ну, в концовке, там, пару замен, не очень, может быть, там, ребята попали в ритм, или просто в такую игру достаточно тяжело, там, войти эмоциональную, ну, и, не знаю, там, первый гол, на мой взгляд, там, вратарь застоялся по итогам первого тайма, там, особо работы не было, может быть, там, ну, опять же, я, там, искренне считаю, что могло быть и 5-2, и 4-2, и 6-2, потому что, если люди, там, выходят, там, 2-0, и в концовке не забивают, ну, как бы, наверное, их мы не хвалим точно, ну, не знаю, поработаем на тренировках, еще раз обсудим это. Слышал я, что, может быть, неправильно мне говорили, что Инчемп даже на какие-то матчи не вызывает сильных футболистов, когда видят, что, ну, в неоптимальном составе всегда выступают, специально кого-то не зовут, чтобы дать кому-то практику, или нет? Ну, подчасти, ну, у нас, как бы, у нас хорошая явка всегда на игры, то есть, это, там, не знаю, 2-3 замены стабильно, плюс, опять же, там, есть, ну, игроки, которые играют еще где-то, там, и профессиональную карьеру, там, слегка продолжают, и, ну, молодежь, надо понимать, что все-таки, там, люди молодые, у них есть, там, девочки, мороженые, не знаю, там, шарики. Личная жизнь, конечно, поэтому, и, ну, это нечестно с точки зрения того, что, там, если человек, не знаю, там, месяц не ходил на тренировки, потом приехал, и он, там, выходит на поле, нет, он дома сидит и наслаждается трансляцией, смотрите, вот, на YouTube-канале трансляции, ребят. Поэтому, ну, как бы, конечно, мы кого-то иногда не вызываем, ну, потому что мы играем 60 минут, вот, значит, приезжаем мы на какую-нибудь игру, там, без конкретики, значит, люди такие, о, приехали, значит, там, кому-то 10 забили этим, 8, ой, там, одна молодежь, значит, ну, мы с ними как будем играть? Ну, не торопясь, вот он ставит мяч от ворот, мы уже, там, чаю все налили, там, страницу книги прочитали, он выбивает мяч, мы его забираем, и атакуем, атакуем, мяч куда-нибудь уходит, он опять ставит мяч и такой, говорит, все, я бью его вперед. Ну, как бы, вот из этих 60 минут мы, там, 15 вводим мячи, ругаемся, ссоримся, ну, как бы, мы приезжаем конкретно поиграть в футбол, потому что, ну, как бы, люди от этого получают удовольствие, у нас, там, нет такого, что, не знаю, мы приехали, вот, не знаю, в схему, там, в 4 защитника 2, опорных и, там, какого-нибудь бедолагу нападающего туда отправим, чтобы он, там, умирал 60 минут, и, значит, вот, будем туда длинными передачами грузить. Ну, как бы, тогда, наверное, нет смысла вообще приезжать на 60 минут, можно, там, 2 по 15 договориться и домой пойти. Поэтому, ну, конечно, кого-то мы не вызываем. Иногда, ну, действительно, вот, там, я понимаю, бывают истории, когда люди, там, ну, как бы, скажем так, просто играют в футбол. Вот, у них ни цели, ни задачи, там, они не хотят, ну, как-то, я даже не знаю, ну, хоть как-то, вот, им не обидно. И вот они приезжают, значит, и такие тут ребята приехали, им пятнашку накидали авоську, и они такие, говорят, блин, ну, как бы, что же делать-то, надо на следующую игру собраться. И тут они на следующую выходят, там, раз, первое место в таблице, они такие смотрят, ой, еще хуже сейчас будет. Ну, как бы, понятное дело, что, как бы, мне, вот, ну, там, как организатору любительских лиг, там, или, я не знаю, там, как судье, ну, конечно, их жалко, потому что, ну, это не, там, жалость такая, что, там, как-то, да, ну, просто обидно за ребят. Поэтому хочется дать шанс, дать возможность даже, может быть, тем, кто, ну, не в лучшей форме, просто провести больше, там, минут времени на поле, потому что это будет более конкурентоспособная среда. Ну, а в целом, у нас, ну, я еще раз говорю, это, там, неуважительно по отношению к игрокам, если ты приезжаешь, у тебя 10 человек на замене сидит. И вот они сидят такие, на тебя смотрят, там, вот это, ну, хотя бы, там, 5 минут, 7 минут, и ты ему говоришь, Вставай, вот 3 минуты сейчас твои, выйди, покажи, он выходит, там, один раз мяч получил, потом на тебя смотрит такой, раз, судья, свисток, все, пошли домой. Че, вообще, зачем приехал? Дольше передевался. Ну, да, лучше, конечно, понятное дело, что хочется дать и всем поиграть, и, там, есть какие-то цели и задачи на каждой матче, и хочется, ну, видеть, реально, качественный футбол, вот, но, как бы, опять же, мы, действительно, ну, там, оставляем игроков, потому что, есть дела, есть у кого-то. Альтернативные соревнования, еще? Ну, альтернативные соревнования есть, там, личная жизнь, просто, в воскресенье, там, не знаю, можно дать кому-то поспать, это совершенно нормально. Просто, если, там, у нас будет 8 ровно, то, конечно, мы будем всех вызывать на игру, или, там, ну, не знаю, какая-то, вот, априори, как бы, исходя, там, из реалий, нужно, там, объективно, лучший состав иметь на поле. Хотя, ну, как бы, я не знаю, что такое лучший состав, есть игроки, как бы, функционально, которые, действительно, там, системообразующие, они, там, чаще появляются на поле, чем все остальные, получают больше игрового времени. А так, ну, ты, там, бежал, 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 на тебя вся команда работала, ты раз в молоко. Тебе такие, типа, больше так не делай, ты говоришь, хорошо, в следующий раз не бежишь, в третий раз, оп, к угловому флажку туда, мечом засадил, смотришь на них, ну, как бы, им же обидно, то есть, ритм, энергия, вот, командного движения, если, там, двое-трое выпадают, ну, беда, поэтому, очень тяжело интегрировать, ну, всех сразу, поэтому, ну, стараемся, как-то, находить правильные слова, и, ну, стартовый состав какой-то, там, ротируем периодически. Есть, кто, ну, реально удивляет, то есть, люди, там, выходят, два забивают, два отдают, и все. Ну, у них неделя хорошая. И все, да. Да, это самое главное. Ну, вернемся к нашим реалиям, сейчас зима, скоро будет, да, перерыв, пауза, какие планы на зимний период, на январь, февраль? Ну, мы будем точно, наверное, тренироваться, то есть, я думаю, что это какие-то 20-е числа января, когда все, собственно, вернутся с новыми силами, отдохнем, там, месяцок от футбола, там, может быть, какие-то идеи новые в голову придут, ну, а потом, я думаю, что, может быть, мы там перейдем на систему, там, одна-две тренировки в неделю, вот, и, ну, какой-нибудь зимний турнир точно будем играть, потому что без игровой практики. Ну, ЛФЛ зимний кубок рассматриваете, который будет проходить? Ну, честно говоря, я не знаю, то есть, ну, мне бы хотелось, чтобы играли мы на теплых полях, потому что я вот лично играл в зимнем кубке пару лет назад и на юго-западе, и на западе мы как-то играли, ну, это как бы такой высокий риск, и вот сейчас зима отличная, а что будет в январе, черт его знает, сомнительное удовольствие там бежать, замахиваться и в лужу, бах, короче, и все такие на тебя смотрят. Сейчас, вроде, последние два кубка прошло нормально, поля, то есть, сделали выводы из, вот, то, что было несколько лет назад, когда выпал первый вот этот вот мокрый снег, мокрый снег, и поле замерзло, и это вовремя не убрали, это замерзло, и все, и потом температура на плюс не уходит, и вот это налить. Не, не, очень сложно. Последние два года были сделаны выводы, но, опять же, надо смотреть по состоянию поля, будем надеяться, что опыт у наших есть работников стадионов, чтобы подготовить, как я понимаю, что зимний кубок, наверное, будет и вообще только на вернадке, потому что, как показывает практика на все там парки. Но в том году только на вернадке играли. Нет, на четвертом поле, потом и его закрыли. Закрыли, да, потому что там даже не было углового флажка, там лед уже в поле конкретно. Не, не, ну, это вопрос, будем смотреть сейчас, как бы доиграем, решим, потому что, ну, и по нашей практике накачали, как бы, если ночью там образно минус, а вечером пошел дождь, ну, ты можешь, там, не знаю, с феном походить, подышать на поле, там, я не знаю, что, но это все, это тогда труба, конечки, и пошло-поехало. Хотелось бы, ну, чтобы все были целые, здоровые, потому что еще раз, там, травмироваться, ломаться, это вообще бессмыслица, поэтому лучше пусть на диване месяц полежат, там, может, поедят, что-то сериалку посмотрят. Теоретически, как-то, вот, знаю, что Алексей обычно все записывает, все матчи, идет теоретический разбор, да, каких-то игр, да, мы обсуждаем, ну, это не так много, как, наверное, там, все думают, нет, ну, то есть, какие-то есть моменты, которые действительно проще объяснить, проще на тренировках, там, показать и, ну, сделать какие-то выводы мне, например. Поэтому, да, у нас есть матчи, которые Леша действительно снимает, и потом можно посмотреть, ну, там видно, что там, посмеяться можно. Это, в принципе, эмористическая программа больше, чем такая, как бы, серьезная аналитика для всех игроков. Ну, да, там, в принципе, ну, в первой дивизионе, наверное, будет, ну, и в кубке, вот, в кубке будет интересно посмотреть. В кубке интересно. Будет очень интересно, и, надеюсь, будет повод после каких-то кубковых матчей Ивана еще раз позвать и пообщаться уже. Почему бы и нет? Да. Ведь, тем более, если будут успехи у команды, то я думаю, что... На полуфинал рассчитываем. То есть, короче, если успехов не будет, вы меня не позовете? Нет. Естественно, позовем. Если не будет, обязательно позовем. Что случилось? Да, что же случилось? Все было так хорошо, что... Когда все плохо, это мы сразу позовем. Есть же опытные команды, с которыми, ну, будет действительно тяжело, и понятно, что там конкурировать, скажем так, ну, с лидерами, там, в вышке, наверное, может быть, в первом дивизионе. Есть там хорошие ребятки, я знаю. Наверное, с ними будет тяжело. Ну, посмотрим, опять же. От сетки многое зависит очень. Конечно. Сетки пока еще... Ну, в общем, майские, наверное, вот эти периоды такие тоже, там, кому как повезет, кто как соберется, кто куда поедет, не поедет, и... Ну, да, да. Нужна ротация составов. Сезон дачи шашлыков. Сезон дачи шашлыков. Ну, да. Майя начинается уже. У нас сессии какие-нибудь начнутся, может, тоже. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, еще раз говорю, что вот, там, сидеть и гадать, куда мы там попадем, зайдем, это бессмысленно. Сейчас надо доиграть год спокойненько, там, сделать выводы, может быть, не знаю, я говорю, месяцок на диване пусть полежат, отдохнут, ноги там заживут, и так далее. Ну, а дальше будем смотреть, в принципе, никто никого не торопится. Ну, что, желаем удачи Инчемпу, Ивану, и до встречи в весенней части тогда. Да? Не-не, мы еще в выходные поиграем там. Нет, до встречи в передаче весенней части. А выходные, конечно, поиграем. Будет тур еще до Piorillo. Еще у нас остается два игровых дня. Два выходных... Две игровых недели. Две игровых недели, вот так, да. Два игровых дня. Подумаешь, что... Субботово встречение, и все, да. Да, еще две игровых недели. И в Доминикану полетели все вместе. И потом мы вводим на выходные большие, до марта месяца, видимо. Ну, кто-то, может, в зимней кубке захочет принять части. Обычно много команд хотят. Ну, все. Говорим спасибо Ивану. Спасибо, что он пришел. Да, вам спасибо. До новых радостных. Удачи, Инчемпу. Друзья, ну что ж, попрощались мы с Иваном Волковым. Интересная, по-моему, получилась беседа. Переходим к 2А дивизиону. Сейчас уже более конкретно. На ваших экранах таблица в 2А. Инчемп лидирует. Мы уже говорили об этом. 20 очков... 20 игр, прошу прощения. 58 очков. Байкал. Ну, в принципе, у нас у всех по 20 игр. Давайте я не буду называть количество матчей. 49 очков у Байкала. 47 у Вихря. Вихрь одержал очень важную победу над Байкалом. В прошедшие выходные. Новомосква недалеко. 46 баллов. Хамовники 0,9-40. Антиспорт 37. Росма 36. Меркурий дубль 35. БСК 35. И вот право 20. 19 игр у них. И 29 очков. И отметим еще, наверное, 11 место Внуково. Подъем команды Павла Митрофанова. После 20 матчей у них 28 очков. Ну, и с 28 баллами у нас еще Атлант. Как раз в очной встрече Внуково вот они уступили. После 19 матчей 28 очков для Внуково важные победы. Вообще команды радуют. Об этом сейчас мы чуть попозже поговорим. Пойдем мы по календарю. По календарю. Начинался тур в субботу. Утренним матчем. Антиспорт Вега. Результат 9-2 конечно сенсационный. Антиспорт хорошая команда. Вега опытная команда. Но у них там своя трансферная политика. 9-2 победа Антиспорт. Это сама по себе победная сенсация. Ну, крупно. Крупно. После игры разговаривал с некоторыми игроками Веги. И пришли к выводу ребята, что все-таки не хватает скорости. Не хватает молодых футболистов. Вот эта вот опытная старая гвардия. Будем называть ее так. Ну, уже тяжеловато, проблемно играть с быстрыми командами. А с такими как Антиспорт. Коллектив довольно-таки жестким. Помимо того, что обладает хорошими физическими данными. Там есть молодые игроки. Относительно молодые. Которые двигаются. Басюк. Это Огай. Веги. Но, конечно, общий уровень футболистов не позволяет в быстрый футбол играть. Плюс общая масса, назовем так, защитников Веги. Там плюс 400, как сказал один из представителей Веги. Поэтому, в принципе, есть на чем работать. Если ребята кадровые вот эти моменты свои решат, то таких результатов, я думаю, они стабильно показывать не будут. Ну, в принципе, соглашусь с тобой. Но Вега, мы знаем, вот эта трансформальная политика у команды. И мы уже вспоминали это. То, что, пожалуй, только Владимир Уражцев в свое время смог вот так вот из Веги уйти. И потом туда все равно тоже возвращался. А так вот каких-то игроков из Веги никуда раньше приглашали. Но у них вот именно свой коллектив. Посмотрим, будут они разнообразие вносить или не будут. Антиспорт, нужно, конечно, сказать. Здорово команда играет. У команды хороший подбор футболистов. Отмечаем мы и двух Федоров, Шугарева и Медведева. Всеволода Лещинского. Это у нас чемпион в составе Алани. Давно-давно играл, конечно же, Виталий Павлов. Это игрок, который играл в высшей лиге за МЛК-03. Это и Георгий Контридзе, VIP, лучший игрок прошлого сезона в третьем дивизионе. Ну и, конечно же, наверное, нужно такие вещи отмечать, подмечать. Наверное, единственная команда сейчас у нас в лиге, где на поле одновременно отец и сын находятся. Это Виталий и Игорь Семеновы. Вообще, конечно, могут многие прийти, посмотреть на игру Виталия и Семенова. Совсем молодой футболист, классный дриблинг у него. И, знаешь, не стесняются, он тот же Лещинский. Я помню, какую-то игру я работал с Антиспортом, с Павлиным. Первая игра после возвращения Павлина была. И что-то Лещинский пытался подпихнуть Семенову-младшему. И в ответ тоже получил такой рассказ, что даже в силу было нечего сказать. Антиспорт радует. Ребята молодцы. Поздравляем их с победой. И идем дальше. Дальше у нас по хронологии центральный матч был именно этого тура. Вихрь Southwest Байкал. Вихрь одерживает важнейшую победу. Антон, чуть подробнее расскажи нам, пожалуйста, об этой встрече. Ну, если в целом, то вихрь больше владел мячом. С самого начала игры постоянно перестроения были как тактические, так и в плане ротации игроков. То есть, некоторые ребята там по десять минут играли, друг друга меняя. То есть, в принципе, вихрь полностью владел игрой. Ну, сами понимаем то, что встречается второе и третье место лиги. Ну, дивизионы два. И национальный накал, конечно, долго не обнажался, но за двенадцать минут до конца встречи произошел эпизод с убеганием игроков даже на поле. Потому что два игрока они поделились. Все на равном месте. Обычное, казалось бы, единоборство, которое в итоге превратилось в массовую толкучку такую. Ну, и как итог, естественно, после этой игры было по четыре желтых карточки в обе стороны. Ну, и плюс ко всему удаление центрального защитника. Был на удаление сразу отметим. Фул последней надежды, да? Фул последней надежды. То есть, там не за грубость. Да, там два игрока вихря атакующих вывалились против одного центрального защитника. И он решил сфалить. Потом долго мне пытался доказывать то, что он пытался играть мяч. Но мяч был на расстоянии там, извиняюсь, метро Проспект Вернацкого. Поэтому, как бы, шансов ноль. Ну, и закономерная победа вихря. Руководители команды, как всегда, продолжают нас радовать своими результатами. И игрой вихря в целом, ну, я остался доволен и где-то даже впечатлен. Ну, и отметим еще, что футболисты вихря смотрят нашу передачу. Смотрели они передачу, когда Валентин Хамраев, один из руководителей и основателей Байкала, приходил к нам. И говорил он о том, что Вихря не смотрит как конкурент. И вот после матча смотрим интервью. Михаил Богданов напоминает он Байкалу о том, что не причислял тогда Валентин Вихря к фаворитам. Он сейчас говорит, может, после этой победы причислял. Давайте посмотрим интервью Михаила Богданова. Расскажите, пожалуйста, цели о игре. Ну, цели главные какие были. Мы в каждый матч выходим, чтобы победить. Цель у нас одна. Это первая лига. Вот. Играли сегодня с сильным соперником. На втором месте идут. Вот. Хотели им доказать, что мы не слабее. Потому что в начале сезона про нас капитан их стал. Не видят нас в претендентах. Может быть, теперь пересмотрят. Вот. Но получилась борьба хорошая. Вот. И мы оказались здесь. Вот. Послушали мы интервью Михаила. Следующая игра в субботу. Всего пять матчей состоялось в субботу. Ура. Павлин. Павлин. Команда вернулась. Мы в предыдущей передаче о вторую лигу немножко анонсировали. То, что Павлин вернется. Владимир Павлин наконец-то. Летом он отошел от дел. Доверил команду другим людям. Не получилось. Команда была на грани снятия. Здесь Владимир вмешался в дело. Не дал команде погибнуть. Сняться с турнира. Вернул футболистов опытных. Которые еще на теплом стане. Играли за Павлин. Командные футболисты. Которые знакомы с историей коллектива. И вот. После возвращения. Там были такие игры равные. Там всем же антиспортом неплохая игра была. Павлин уверенно разбирается с Ураном. Со счетом 14-1. Поздравляем Владимира с первой победой после возвращения. Даем ему слово. Ну просто игру 14-1. Чего разбирать. Давай Владимиру Павлину слово. Расскажет он нам о том, что получилось, что не получилось в этом матче. Расскажите пожалуйста о игре. Ну. Соперник очень хороший. Игра в принципе. Ну. Проходила немного с кривесом в нашу сторону. Мы более благили мячом. Но. Мы свой момент реализовали. Потом. Где-то чуть остановились. У соперника были моменты. Они. Не забили свои. Ну. Мы довели дело до победы. Все планы произошли во время игры? Ну. В принципе да. Главный план был. Ну. Набрать три очка. Приблизиться к тройке. Также у нас еще состоялось в субботней программе 2А две встречи. Рабона проигрывает Внукова 16-17 со счетом 3-7. Рабона позапрошлые выходные сенсационно сыграла с Сириусом 1-1. И знаешь там неизвестно еще кто был ближе к победе. Сириус там в конце уже осадил тогда владение Рабоны. Но неплохо смотрится команда. Отмечаем мы работу тренера. И конечно же я бы отметил отдельно что в составе Рабоны на позиции центрального защитника действует мой бывший одноклубник. Сколько мы вместе отыграли. Дмитрий Александров. Он и за «Аврору», и за «Тонну» играл. Вышки в закрыли советов. Очень хороший человек. Неплохой и приличный футболист. Конечно же Рабоне он явно помогает. Не всегда приезжает. Но ничего там работа идет. А внуков чуть попозже сейчас мы более конкретно поговорим. И как раз там и Павлу Митрофанову слово дадим. И еще игра субботняя. Союз-Сириус. Счет 3-3. У Сириуса получается вторая ничья подряд. Но конечно с Союзом сыграть ничью намного приятнее чем сыграть ничью с Рабоной. 3-3. Союз-Сириус. В принципе Союз повыше. У Союза уже говорили мы в ходе сезона. Были кое-какие изменения. Команда потихонечку набирает ход. И снова Москвой была хорошая игра у них. Тоже неделю назад. В принципе молодцы ребята. Выправляют ситуацию. Ну и Сириус молодцы. Предлагаю на этом дальше переходить к событиям воскресной программы. 2-го дивизиона. Началась она у нас с матча удар-дубль про ФА-20. Про ФА-20 команда находится в поиске нового состава. Большая группа футболистов ушла в вихрь. Кто-то просто на свободный трансфер. И Игорю Питерскому конечно же сейчас нелегко искать каких-то новых футболистов. Но он их находит. Удар-дубль в принципе очень неплохо бывает показывает какие-то результаты. И по второй лиге. Вспомним мы и ничью с той же Новой Москвой. Но вот в этом матче мало что получился у удара. Про ФА-20 одерживает довольно важную для себя победу. Просто нужно было победить. Команда сейчас на десятом месте. И давай после этого матча дадим слово Игоре Питерскому капитану, представителю Про ФА-20. Поздравляю вас с победой. Расскажи об игре. Спасибо большое. Игра хорошая. Могли играть лучше. Мы каждую игру можем играть лучше. Это зависит от нас, от самих. Утро раннее, но ничего страшного. Справились со всем, выиграли. Нас тут один завел Морданян. Красава сегодня. Просто браво. Расскажи пожалуйста, готовились к сопернику? Готовились. Морально скорее. Каждый, поскольку уже все не маленькие, по-своему старается подготовиться к игре. Мы с ним всегда вместе общаемся. Мы приезжаем сюда раз в неделю, чтобы показать, не важно какой соперник, кто мы такие есть. Не важно какое место. Главное те, кто приезжает, чтобы мы их обыграли. Вот это наша задача каждые выходные. Так и живем. Скажи, а задача на сезон какая-нибудь стоит? Там выйти или сохранить? Задача всегда одна. Всегда стараться играть на максимуме. Я говорю, каждые выходные приезжать и какой соперник не был, показать им бой, чтобы запомнить, кто мы такие. Спасибо, желаю удачи. Спасибо, респект. Послушали мы Игоря. Желаем удачи и всячески дальше успехов в Парафее. Переходим к следующему матчу. Горячий получился матч. Меркурий и Дубль играли со Сварогом. Сварог побеждает 4-3. Команда Сварог, в этом сегодня мы постоянно отмечаем, что прибавляет этот клуб. Матч довольно сложный для судейства. Если первый тайм был довольно спокойный, то во втором тайме два удаления у Меркурия. Так получилось. Вторая желтая карточка Вадима Ершова, опытнейшему футболисту, который мы помним выступлениями за многие команды. Но сейчас в последнее время выступает за Меркурий. Получилось то, что уже будучи на желтой карточке, была желтая карточка игроку Сварога. И Вадим без свиска ввел мяч в игру, получил вторую и пошел отдыхать. Обидно, конечно же, опытному футболисту в такой ситуации получить вторую желтую. Так или иначе, Сварог выигрывает. Ну, концовка была очень напряженная, очень нервная. Ну, победил в итоге Сварог и Валерий Пурийский, наш большой друг и товарищ. После игры сетовал, что вот со всеми командами сверху турнир таблицы они цепляются. А вот те, кто внизу, почему-то Сварог всем проигрывает. Ну, а сейчас Сварог очень-очень в этом сезоне не нравится. И отношение чуть у ребят поменялось. И стиль игры меняется, молодцы. Меркурий же, ну, мы уже всегда говорим. Те, кто хотят посмотреть на Меркурий десятилетней давности, милости просим. Игроки, которые 10 лет назад там считались у нас на Юго-Западе одними и сильнейшими, и даже и меньше. Там его Ирион Половьюко, вспомним, там лучший бомбардир дивизиона у нас был. Максим Трохимов вообще легенда юго-западного футбола. Вот эти все люди на поле. Приходите, смотрите на Меркурий, ностальгируйте. Милости просим. Метрологик Дублин Чемп. Игру мы обсудили с Иваном Волковым. В принципе, все понятно. Единственное, давайте дадим интервью, который лучший бомбардир команды Ислан Ивазов дал после этого матча. Послушаем его и будем переходить к следующей игре. Поздравляю с дальнейшей победой. Расскажи об игре. Спасибо большое. Ну, игра, на самом деле, была непростой. Хотя, казалось бы, мы на разных полюсах таблицы. Вот. Команда, на самом деле, жесткая, грубая, неуступчивая. Но я думаю, что у нас ребята чуть посильнее классом оказались. За счет этого мы выиграли спокойно, в принципе. Без нервов. Вели 3-0, 3-2 сыграли. Спасибо им за игру, в принципе. И удачи в дальнейшем. Почему получилось пропустить 2? Ну, я думаю, в первую очередь, связано с тем, что у нас много замен, с которыми мы, отчасти, не согласны сами. Вот. И за счет этого, за то, что много замен, теряются игровые связи наши. Вот. Основные. Вот за счет этого. Ну, и соперники, в принципе, неплохо играли, хорошо забили первый гол. Вот. Да и, в принципе, они наиграли минимум на гол, а получилось уже 2 забили. Спасибо. Желаю дальнейшему удачи. Взаимно. Далее у нас в программе 2А Самура и Новомосква. Самура провела неплохую там трансферную кампанию. Но Новомосква в этом сезоне, конечно же, представляет собой очень хорошую силу. И братья Погосовы, в первую очередь, вспоминаются. И хорошая группа молодых футболистов. Василий Хрипливый. Можно сказать, играющий тренер, руководитель команды. В очень хорошей форме находится Василий. Постоянно обостряет, цепляется за мячи. Впереди забивает важные для его команды голы. Можем только поздравить Новомоскву. Команда на четвертом месте. На три очка отстает она идущего вторым Байкал. И, в принципе, на этом пока все, что можно сказать. Бывает то, что после вылета какие-то команды преображаются. А какие-то команды окончательно сыпятся и вообще снимаются. Вот с Новомосквой произошло то, что преобразилась команда. И, конечно, имея не сейчас ту игру, которая тогда, в том сезоне, в первом дивизионе, имея не ту игру, которая сейчас, не вылетели бы. Я почти уверен. Ну, давай, так или иначе, после матча с нами пообщался Игнат Аджам, полузащитник Новомосквы. Давай дадим ему слово. Поздравляю с уверенной победой. Расскажи об игре. Сначала было тяжело. Первыми забили. Потом немножко расслабились. Ну, я думаю, во втором тайме мы показали свой уровень. Скажи, какая задача стать на этот сезон? Задача – выйти в первый дивизион. Подняться, как можно, выше. Скажи, готовитесь к соперникам? Да. Просто посмотрим игры, которые есть в записи. Готовимся, но просчитываем на себя, на себя отталкиваемся от себя. Скажи, команда полностью сыгралась за почти первую половину сезона? Я думаю, у нас сейчас очень хороший состав. И мы часто собираемся именно тем составом, который у нас есть основной. И это, я думаю, хороший показатель. Спасибо. Желаю удачи. Спасибо. Сириус проводит второй матч за выходные. В этот раз соперники у них БСК. Команда, вылетевшая из первого дивизиона. Но команда потихонечку адаптируется к второму дивизиону. Тренер там работает. Надеюсь, что удастся нам в студию пригласить тренера БСК. Очень колоритная личность. Очень многие, кто с нами общается, просят, чтобы его мы позвали в студию. Мы над этим поработаем. Может быть, и в новогоднюю передачу попробуем позвать этого специалиста. БСК разговаривал я с одним из футболистов где-то недели две назад. Двумя-тремя словами перекинулись. Они говорят, что в этом сегодня задач нет. Получится выйти? Получится? Нет. Просто пока играем в свое удовольствие. Ну, а Сириус, видишь, сыграл в ничью с крепким союзом 3-3. И, видимо, уже на БСК сил не хватило. Так или иначе, после трех матчей у них всего лишь два набранных очка. Что, конечно же, мало. Сириус неплохо провел трансферную кампанию. Есть неплохие футболисты. Бывшие игроки Торпеда Гагаринского. Из системы чемпионата игроки есть. Посмотрим, как будет дальше. Руслан Багиров в нашей лиге с первого сезона. Знает он, как выправлять ситуации во всяких. Он бывал в переделках со своими предыдущими клубами. И справится. Я уверен, что Сириус будет нас продолжать радовать. Будет. Просто сейчас на данный момент. Насколько я знаю, в воскресенье против БСК в составе вышло два травмированных игрока. Может, даже это сыграло какую-то свою роль. Потому что один из них был защитник. Ну, 2,8 конечно много. Но тяжеловато, да. Судя по всему, было тяжело. Ну, желаем удачи. Желаем удачи и выздоровления тем, кто болеет. БСК с победой. БСК с победой, конечно. Далее, Внукова 16-17 играет с Атлантом. Атлант, ну, обычный, будем называть его московский. Показывает хорошую игру. Мы более подробно разговаривали об этой команде месяца назад. Рассказывали мы, что хотели выстроить систему у МГУшных команд. В итоге не получилось. Атлант сам по себе. И бывают хорошие результаты, такие как победа над Вихрем. А бывают какие-то неудачные матчи. Расстраиваться не нужно. Давай поподробнее. Внукова 16-17, команда Павла Митрофанова зашла в том сезоне. Вместо легендарной старой гвардии. Доигрывали они в прошлом сезоне. Смотрел, видимо, Павел. Какие-то реалии этого футбола пытался понять, как и что. И в итоге с этого сезона группа молодых футболистов появляется у Внукова. Где-то забуксовали на старте. Где-то было обидное поражение, которое было техническое. Там 13-2, что ли, они победили МИГ. Там произошла проблема с тем, что игрок подали заявку в пятницу, а думали, что игрока заявит. В итоге его не заявили. Там какие-то такие проволочки были. Так или иначе, был технар получен матч с МИГом. Вот эти три очка сейчас, кстати, очень бы пригодились этой команде. Уже бы тогда, уверенно, в десятке они были. Но ты знаешь, по Внукову даже за последние пять туров можно сказать, что ребята с 11-го места на 11-е поднялись. Поэтому это говорит уже о многом. Есть серия побед. Был очень напряженный матч. Знаешь, там, мне кажется, высшая лига бы этому матчу позавидовала. Сварог-Внуково, такое внуковское дерби. Помним мы старые дерби Сварог-Внуково. Такие скандальные. Здесь не скандальные, хотя там был у Сварога удаление. Очень хорошо играли две команды. Очень уважительно. Видно, что молодые футболисты Росича, они есть и во Внуково, они есть и в Свароге. Друг против друга играли. Играли очень уважительно. Играли. Ну, хорошо. Вообще, Внуково очень нравится. Очень хорошая молодая команда. Я лично для себя выделяю Николая Витвицкого. Селекционеры, знаю, молодежной сборной за ним смотрят. Если поначалу Николай пришел и, знаешь, это, ну, все вокруг плохие, только я звезда, особенно судьи, там, знаешь, они вообще там не имели, не достойны были находиться с ним на футбольном поле. То есть сейчас ситуация поменялась. Человек именно начал заниматься футболом. Да, техничный. Да, его много бьют по ногам. Но сейчас он очень спокойно реагирует на какие-то всплески. Он молодец. Ведет команду за собой. Вот приятно посмотреть, когда человек именно приезжает поиграть в футбол. Павел Митрофанов молодец, что проводил какие-то профилактические беседы. Знаешь, Николай Витвицкий, мой старший брат Даниил, тоже вел некую работу. Ну, Даниил у нас известный футболист и у нас играл в Лиге Зареальчики. Сейчас выступает в Премьер Лиге Запада. Уважаемый футболист, хороший парень. И, конечно же, брат, ну, мог брата наставить на путь истинный. Ну, так или иначе, Николай Витвицкий молодец. Павел Митрофанов супер. Команду приятно смотреть. Будем надеяться, что продолжит в том же темпе Внуково. И давай дадим Павлу Митрофанову слово после матча с Атлантом. Поздравляю с победой, вы уверены. Расскажи, как игра развивалась. Большое спасибо. Игра развивалась хорошо. Мы, как всегда, плохо размялись. Немножко вначале сбавили. Соперник дал поиграть. Забили первый. Забили второй. Дали. Старались контролировать игру. Наши молодые игроки нам, как всегда, хорошо помогли. Один гол пропустили. В основном хорошая, красивая игра. Вежливый соперник. Большое спасибо. Какой тактике придерживались к игре? Изначально готовились к Атланту. Хотели больше обороняться. Соперник дал играть. Играли быстро. Забили. Все получилось. Скажи, а готовились к нему? Смотрели игры прошлые? Смотрели игры. Помним прошлую игру в мае, где мы за последние 10 минут проиграли. Поэтому тактика была такая. Сейчас после матча расскажу, какая. Скажи, пожалуйста, какие стоят задачи на этот сезон? Задачи стоят хорошо играть, выигрывать. Больших задач нету. Держаться в серединке. Мы районная команда Внукова. Спасибо. Желаю дальнейших побед. Спасибо. Далее у нас по программе шел матч «Союз про футбол». «Союз» играл так же, как и чуть ранее мы говорили про «Сириус». Второй матч за выходные. Но про футбол дубль. Знаешь, всегда такой вопрос. Приятно за основу ребята или нет. Видимо, по результатам не подъезжают. Пока своими силами больше обходятся футболисты про футбол и дубль. Я так понимаю, что те, кто начинали сезон в основе про футбол, сейчас играют за дублирующую команду. А снова Павел Соловьев, Тилков и компания уверены. Ты знаешь, как показывает практика, дубли, судя по всему, существуют для ветеранов команды. Потому что, куда ни посмотри, «Меркурий» дубль, «Удар» дубль, «Про футбол» дубль, «Заряд» дубль. Если уже 2Б затронули. Даже тот же условный «Титан», который снялся дубль. Помимо игроков основного состава, которые играют в Лиге Запада, там тоже группы лиц, которые уже не принимают участие в игре за основной состав. Ветеранские команды. Александр Зуев руководитель, Артур Тавузиан администратор. Коллективы больше ветеранские. Понятно, что люди уже не могут выполнять какие-то задачи, за что-то сверхъестественное бороться. Но хотят получать удовольствие от футбола. И, в принципе, «Про футбол» дубль – это один из таких коллективов. Ну, а «Союз» – хорошая, крепкая команда. Побеждают со счетом 5-1. Молодцы. «Десятка» не так уж и далеко. Всего лишь в двух очках. Борьба с «Десятку» у нас идет. Ожесточенная. Самое интересное будет на втором этапе соревнований. Сейчас первый круг вот этот этап доиграем. А дальше там уже будет интересно. И уже можно будет смотреть по группам. Там кто входит, кто не выходит. Но теоретически мы сейчас об этом рассуждать не будем. Будет день – будет пища. Вот когда этот момент придет, тогда мы уже подробно разберем группы, корзины. И будем об этом говорить. Далее у нас «Хромовники-09» «Апгрульт Рабон» 10-3. Не удивительно. 10-3 – это 10-3. Наверное, Дмитрий Александров не подъехал. Я так чувствую, судя по результату. Потому что, конечно, 10 – это много. Учитывая и тренера, и все. Ну, «Хромовники-09» молодцы. Победа над «Вихрем» мы вспоминаем неделю назад. И сейчас победа над «Рабоной». Команда потихонечку после не совсем удачного старта подтягивается. До того же «Вихре» в 7 очков до третьего места. До второго места – 9. Работа идет. Селекционный отдел работает. Команда тренируется нам. Вот Иван Волков сегодня тайно рассказал. Поэтому все условия есть. Посмотрим, как будут дальше «Хромовники» идти по турнирной дистанции. А пока, помнишь, мы с Иваном когда говорили, сказал, что Алексей Макаренко у нас в передаче, конечно, появится. Вот он и появляется. Интервью после матча с «Рабоной». Что, поздравляют с победой? 10-3 крупный счет. Расскажи, как игра развивалась? Ну, поначалу забить не могли. Тяжело было. Мы сегодня дали резерву поиграть. Резерв, правда, жалко, что у нас, на самом деле, дисквалификация. Переборжула токарщику Дима Ефимова. Возняку дали 4 игры. Потом забили, все же должны были, в принципе, забить. Но должны были больше. Скажи, готовились к сопернику? Мы регулярно тренируемся по вторникам. Каждому сопернику определенно готовимся. Скажи, пожалуйста, какие планы на сезон вообще стоят? Планы на сезон, как всегда, выйти в 1-й дивизион. Она не поменялась вообще, незадача. Хорошо. Желаю, чтобы вы вышли. Победы. Ну и завершала программу в 2-А. Вечерний матч. Ночная футбольная лига, как мы ее любим называть. И все уже, кстати, футболисты, многие уже подхватывают наш этот тренд с ночной футбольной лигой. Росма. Ну, ожидаемо, я думаю, обыгрывает МИГ-17. Давай чуть поподробнее. А то мы как-то все Росму обделяем. На самом деле команда очень хорошая, команда боевитая. Хотя мы отмечали, да, что именно нет никаких звезд, но вот именно тренерская команда. Я смотрел вот не в эти выходные, а в предыдущие очень подробно. Матч Росмы с Байкалом. Росма проиграла 1-0. Ну, не по делу. Не по делу. Был момент, знаешь, там многие вспоминают, как Бесчастых не забил там Японии на чемпионате мира. Помнишь? Там, правда, с метра он бил. Там изи шансов Бесчастых, там все хватали за голову. Там другая была ситуация. Тоже игрок, он там 20 метров до ворот был, обыграл уже вратаря. И как-то Папижонский хотел катнуть мяч в пустые ворота. В итоге катнул так, что мимо ворота мяч прошел. Потом была штанга. Несколько супер сейвов от Рофф Байкала. И в итоге за 7 минут до конца, вот мы вспоминали удаление в матче Рофф и Вихре. Вот футболист, центральный защитник Байкала, который удален был с Вихрем, ударил. Там какой-то рикошет. В итоге мяч в одну сторону, вратарь в другую. 0-1. Приехали. Росма-то вообще не заслуживала поражения. Давай к Мигу. Расскажи нам, как Росма там боролась, как она их побеждала. Ну, в принципе там все, в дебюте встречи было решено. 3-0 сходу тихо, спокойно повела Росма. И ты знаешь, в первом тайме по одному сценарию производились, точнее, замены у Росмы. То есть там по 15 минут ребята играли во втором тайме, перешли на интервал 7-8 минут. То есть, кажется, 7-8 минут замены. Причем, если в первом тайме замены были точечно, то есть один на один менялись, то во втором тайме уже четверками пошли меняться. То есть нападающие и все полузащитники. То есть в основном менялась только защита. А если менялась, то один из крайних защитников. То есть два стабильно играли. После 3-0 во втором тайме, как-то неудивительно, то ли Миг включился, то ли Росма выключился, я немножко не понял. Но счет стал 3-2. Был ряд моментов у Мига, когда они могли сравнять. Но вернулась на поле основная гвардия. И их спокойно накидали еще в лукошко. И, в принципе, Миг больше уже не сопротивлялся. Полная доминация до конца игры. То есть только закономерен. Игра проходила, хочу напомнить, в начале 11-го вечера был стартовый свисток. Миг закончился в начале 12-го. Я думаю, там уже при 6-2 ты не особо хочешь прыгать, напрягаться. Тем более в понедельник многим на работу. И их спокойно доигрывали. То есть там одна желтая карточка была за весь матч. Полтоварищеский матч уже в конце был. Ну, Росма остается на седьмом месте. 36 очков у команды. Антиспорт их опережает. Миг 17 на 19. Там 19 очков. Там, конечно, Никита Савилова работает чуть-чуть над явкой. Вроде заявка полная. Но кто-то постоянно вылетает, кто-то не доезжает. После игры разговаривал с одним из представителей Мига 17. Они на эту игру были без замен. И, конечно, тяжело. Но сказали о том, что хоть состав набираем сейчас на данный момент. И я знаю то, что возвращаются к кандидатурам игроков, которые были ранее, ранее выступали за Миг. То есть, в принципе, работа ведется. Чтобы хоть хотя бы два-три... Марч Гладисов? Или Марч Гладисов из Эверплей? Я думаю, вряд ли. Мне тоже что-то кажется. Я думаю, вряд ли, да. Но ребята пытаются найти что-то. То есть, ни о каком там снятии речи не идет. Нет. Работа ведется. Будем ждать. Будем так и радоваться. Если Миг покажет нам какие-то хорошие результаты. Конечно. Ну а на этом перелетаем в 2Б. В 2Б сразу же смотрим турнирную таблицу. Интерос как лидировал, так и лидирует. 19 матчей и 54 очка. Тут необходимо будет, наверное, называть количество матчей. Поменьше матчей, чем в 2А сыграно в 2Б. Заряд Дубль на 2-м месте. 19 матчей и 48 очков. Атлант Обнинск. Команда, которую мы уже сегодня обсуждали в свете Еврокубков. 18 игр и 48 очков. Потенциально на 2-м месте идет команда Ярослава Мамочкина. Про футбол. 18 игр и 43 очка. В начале команда не набирала очки. Потом там сумасшедшая серия сейчас идет победа. Но они громят всех подряд, да. Росвоенопотека Дубль. Команда крепкая. Команда, которой сейчас играют люди, которые выводили из 3-й лиги во 2-ю и 2-ю в 1-ю Росвоенопотеку. Плюс, приткнувший к ним Петр Лебедев. Главный тренер футбольного клуба Заряд. Он в Росвоенопотеке Дубль в аренде. И вот даже Росвоенопотека Дубль играла с профутболом. Там камня на камне, на самом деле, не оставили. Ну, так или иначе, на 5-м месте 40 очков. Классика потихоньку, незаметно. Но, 6-е место, 38 баллов. У Ролана, 7-е место, 36 баллов после 19-ти матчей. КС, 32 балла после 19-ти игр. Виллы, которые обыграли в дерби, штурм со счетом 10-6. Это самый крупный счет этих выходных вообще. И Антона Шаповалова мы послушаем. И чуть-чуть на этой игре остаемся поподробнее. Расскажем, почему это дерби. И, ну, так называемая, 32 очка у Виллы. В десятку они вернулись. И Айраты, 19 игр, 30 очков. ММФ 0,5. 19 игр, 29 очков. Но дальше уже Бравос. Там чуть отставание идет. Но Бравос тоже отметим. Молодцы. Команда на 12-м месте. Очень неплохой результат для команды Александра Челышева. И все любители футбола. И Владимира Стогниенко сейчас чаще могут видеть. Видишь, как Око Спорт появилось. Видимо, по выходным уже меньше нагрузка. Не надо по разным каналам. Там разные футболы комментировать. Есть один. Сам главный редактор. Сам все матчи выбрал. Это я откомментирую. А тут я за Бравос. Плюс, если Бравос ставят на утро, Владимир всегда появляется. Практически всегда. В английской премьер-лиге. Да. В 9 утра по Москве никогда не играл. И играть еще. Я думаю, ближайший век не планирует. Не будет. Там у них будет такое время, что никто не проснется. Постельный футбол будет просто. Интерос Савелана. Интерос начинал программу. Знаешь, 7-2 побеждает Интерос. Чуть-чуть у нас с корреспондентом не разобрался. Мы дадим интервью Николаю Дмитриеву. Уже не первый раз даем его интервью. В прошлом интервью у Николая спрашивал какие задачи. Он говорит, конечно выйти в первую лигу. А здесь что-то корреспондента друг с другом не передали. И у него опять задают этот вопрос. Он говорит, я же вам говорил уже. Понятно, что повнимательнее поработаем мы с корреспондентами. Есть у нас просто новые люди. Может быть кто-то там не дорабатывает, не посмотрел предыдущие выпуски. Иногда какие-то вопросы звучат не совсем корректно. Мы над этим работаем. Будем исправлять ситуацию. Но от этих флеш интервью мы не хотим отказываться. Все-таки это интересно. Надо давать людям шанс высказаться, а не только в студии. То есть должна быть прямая речь. Ну так вот. Интерос Авилана 7.2. Для меня очень крупно. Это победа Интероса. Авилана хорошо провела трансферные кампании. Люди из стоп наркотик с опытом игры в высшей лиге вернулись в коллектив. Но надо время, наверное, чтобы ребята притерлись и поняли. Хотя бы было понятие, во что они собираются играть, как они это будут делать. Пока в ближайшее время, я думаю, если и ожидать от Авилана каких-то положительных результатов, то все-таки с командой, наверное, со второй десятки, а не с первой. Соглашусь. Давайте слушаем Николая Дмитриева, игрока Интероса после матча с Авиланой. Расскажите, пожалуйста, свое мнение о игре. Ну, играли не очень хорошо. Иногда что-то не получалось, но выиграли и хорошо. Какие у вас цены на сезон вообще? Цены на сезон. У нас, я уже говорил в интервью, что мы хотим в дивизиону выше перебраться. Все, понял. Спасибо большое. Дальше у нас шел матч Уралан КАЭС. Команды конкурируют друг с другом по турнирной таблице. Соседи по таблице. Седьмое, восьмое место. Седьмое, восьмое место. Ну, 3-0. 3-0. И как-то, конечно, не знаю уж. Этот матч мы уже показывали. Думал, что он будет интересный. Да, какие-то моменты, конечно же, УКС возникали. Но у Уралана, знаешь, мы говорили о том, что может быть, это вот тогда, летом, когда он вылетел, мы говорили о том, что, я знаю, Савру Павлу очень понравились наши слова об Уралане. То, что это один из кандидатов на выход сразу же обратно в первую дивизию. Да, он им и остается. Он и остается. Но произошли некоторые изменения. Максим Питкеев, например, покинул команду, играет в высшей лиге за Меркурий. А, конечно же, Максим Питкеев, это на уровне ЛФЛ, это очень мощный футболист. Именно юго-западный ЛФЛ. Помним мы, что Уралан в том году вылетает, а Максим Питкеев тройки лучших бомбардиров. Да. Это серьезные потери для команды. Да, перестраивается игра. Но сейчас вроде-вроде все потихонечку обретается. И смотри, если так по-хорошему, вот Уралан на седьмом месте, да, дубли... Убираем дубли. Убираем так вот визуально дубли. Да, это получается пятое место у команды. И не так все плохо. Там отставание от классика два очка. Отставание от профутбола чуть побольше. Но очень-очень многое будет за вестовку, и корзина попадет Уралан. Но поэтому им сейчас надо биться за каждое очко, чтобы был лучший посев, чем на данный момент. Ну, АКС хороший середняк. Команда радует нас своей игрой. Нападающего АКС мы уже отмечали. Ну и, конечно же, наш друг Николай Амплеев на матчах всегда подскажет. И зрителям, и своей команде, и судьям. Все подскажет. Видит все за всем Дид, но все это происходит очень корректно. С шутками, прибаутками. На КС тоже, вот, на самом деле, благодаря Николаю на КС приятно смотреть. Потому что очень эмоционально, очень все это позитивно. И вот реально, если получать там удовольствие от эмоций, футбольных эмоций, то приходите на матч в КС. Я, честно, искренне рекламирую эту команду. Да, мне очень нравится за ним наблюдать. А за Николаем в отдельности? Ну, за Николаем, да, всегда интересно наблюдать. Это такая легендарная личность. На новогоднюю передачу, может, как вариант, тоже. Мы посмотрим, как у него будет. Соберем свой огонек, да. Ну, дальше мы будем общаться о самом... Не, давай так сначала. Риверплейд, ММФ 0.5. В 8-3 побеждают подопечный Алексей Хадыкин. И Риверплейд, помнишь, очень здорово начал. Очень здорово начал. Мы отмечали, что команда... Удивила всех на старте. Здорово играет, да. Но сейчас результаты потихонечку тянутся вниз. Уже из десятки вылетели на пятнадцатом месте. И уже там 9 очков отстают от десятой команды. Но, в целом, есть игроки. Есть игроки. Может быть, проблемы с несбором каким-то, да. Мне почему-то кажется, что в весеннюю часть, когда начнется весенняя часть, там появятся нужные игроки Риверплейд. И ситуация изменится, пойдут результаты вверх. На ней в том году также в концовку они такую же выдали, как старт этого сезона. То есть, очень много очков они набрали в конце, если мы помним. Поэтому, нет, Риверплейд это такая команда, которую надо не бояться, а начеку надо быть с ней любой. Уважать. Уважать, да. Уважать это минимум, да. Потому что эти ребята не сантиметра газона просто не отдадут. Не отдадут. И они именно вот видно по ним, что они получают именно кайф от такого футбола физического. Вот это вот грызть. Ну, взрослые, давай, честно скажем, Взрослые, спортивные мужики, да, такие. Которые еще единоборствами занимаются. Да, да, да. То есть, легко не будет никому. Никому. Абсолютно никому. Ну, давай перейдем к... Сделаем по-другому. Профутбол, Росвоенопотека, Дубль. Сделаем вот этот матч. Нарушим чуть-чуть хронологию, чтобы самый результативный матч выходных обсудить вот в конце субботней сессии. Поэтому Профутбол, Росвоенопотека, Дубль. Ожидаемая победа Профутбола. Ну, и с таким счетом, да, 7-2. Не удержать, конечно, Павла Соловьева и компанию. Ну, подбор футболистов позволяет. Задача стоит во вторую лигу и, прошу прощения, покинуть вторую лигу и выйти в первую. Ну, хотя мы послушаем интервью Эдуарда Шарова, который говорит о том, что нам в тройку надо сейчас войти, необходимо, а дальше посмотрим. Ну, конечно, лукавит. С таким вот подбором игроков и не думать о выходе в первую лигу, конечно же... Ну, да. Ну, давай интервью Эдуарда Шарова, вашему вниманию. Расскажите, пожалуйста, пару слов об игре. Ну, игра была в одни ворота. Это наш старый соперник, мы с ними играли еще на теплом стане, если не ошибаюсь. В этот раз мы приехали хорошим составом, без, правда, молодых игроков, но много игроков старых, которые играли сначала в основании команды и достаточно стабильно показали хороший результат. Все задачи были выполнены на игру? Ну, на данную игру, да. Что-то, может быть, не было выполнено? Ну, недостаточное количество замен, как это, в принципе, вообще должно быть у любой команды. А так, в принципе, все игроки выполнили свои задачи. Некоторые игроки достаточно неплохо себя проявили в этой игре, на других позициях, в которых они обычно играют. Я задумываюсь о том, чтобы именно на этих позициях оставить. Спасибо. Ну, а теперь переходим к матчу штурма Вилы. И этот матч мы показывали. И после матча Антон Шаповалов скажет о том, что это дерби такое у них мини. Сейчас объясню почему, для тех, кто не знает. Вообще, когда счет 10-6, значит, в телевизионных, ну, у нас есть свои законы, вот о каком-то матче мы, ну, должны говорить вот именно то время, пока вот идут там хайлайты, что вот мы говорим, а в этот момент на экране наше уважение зрителей видит хайлайты. Здесь вот только счет 10-6 сам по себе. И плюс еще там куча нереализованных возможностей. Антон об этом говорит с двух сторон. И, на самом деле, можно просто тогда вместо передачи запускать, вот, там не то, что хайлайты, там просто полностью матч можно запускать 60 минут, и вот у нас закадровый голос. То есть, об этой игре можно долго говорить. Ну, почему это дерби? Давай так, ближайшее трансферное окно, которое было недавно, не ближайшее, ближайшее уже 16 декабря, кстати, открывается. Началось все с того, что Егор Гераськин, бывший руководитель команды Олимп, играл он в виллах, ну, видимо, там, я не знаю, в порядке каких причин, захотел сменить команду, и пошел он в штурм. Играл, оформили переход, все хорошо, но, видимо, поговорив с Вячеславом Кожевниковым, было принято решение, что штурм еще надо чуть подусилить. И, после этого, появляется в составе известный футболист Эмиль Кулиев, известный ВЛФЛ, играл он за Олимп тот же, играл за Новую Москву, играл за Торпедо Гагаринский, хороший добротный центральный полузащитник, уже для второго дивизиона, вообще шикарный. Эмиль Кулиев, как известно, тоже в этом сезоне начинал в составе ВИЛ. Он переходит в штурм. И, буквально в последние недели из ВИЛ в штурм, переходит еще Валерий Малибога, очень хороший, опытный, возрастной нападающий, но реально Валерий очень здорово играет корпусом. Это вот третий переход уже футболистов из ВИЛ в штурм, посмотрим, что будет дальше, может быть, еще какие-то игроки перейдут. Поэтому так вот неожиданно команды, в принципе, это не было какой-то такой предыстории. Из-за переходов футболистов получилось так, что дерби удалось, 16 мячей на двоих. Это в среднем за 3,5 минуты сбивается гол остротоковщий футбол. Мне кажется, в суде мест на карточке не осталось там все записывать. Как сказал наш оператор, который работал на этом матче, такое ощущение, что защита обоих команд вместе пошла пиво пить в один бар. В принципе, вот как можно характеризовать. А вратари подъехали? Не узнавал они? Вратари, наверное, за воротами стояли, просто они забыли, что надо перед линией ворот стоять. Мы нисколько не хотим голки проповедить. Просто 10-6, это на самом деле счет такой. Мне кажется, вратари сейчас ладони себе мажут бальзамами, наверное, потому что напрыгались, отбивались, потому что 16 мячей на двоих. Это я как-то удивлялся. В западной лиге, помню, какой-то матч был, что-то сыграли 16-12. Я еще ходил, говорил, как можно в ЛХЛ сыграть 16-12. Баскетбольное первое счет. Да, да, да. Так или иначе, виллы побеждают, мы их поздравляем. Штурму не унывать. Игра у команды есть. Команда очень тягучая. Команда, которая потихонечку уже почерк свой обретает. Команда с характером. Они молодцы. И слово Антона Шаповалова после победной игры со Штурмом. Расскажите, пожалуйста, о задачах на игру. Все получилось и что не получилось? Сегодня была довольно принципиальная игра. Играли против Штурма. Туда перешло несколько наших игроков. Трансфер на последнее. Такое мини-дерби. Сегодня получалось мало. У нас было очень много возможностей. Мы очень много промахивались из военных положений. Забили 10. Должны были забивать 30. Пропустили 6. Должны были пропустить 15, наверное. Очень плохо играли в обороне, плохо играли в атаке. Но как бы реализовали все-таки процентов 30 всех возможностей. Мы выиграли. Переходим к воскресной части чемпионата. Лемантис с утра. Риверплейт у нас как в НХЛ. В субботу сыграли. И давайте еще в воскресенье с утра откроем программу турнира. Лемантис. Тогда из старейших команд. Но забоксовали они внизу турнирной таблицы. Очень важную для себя победу одерживают. На Древерплейт 5-4. Что-то конкретно про Лемантис не могу сказать. Помнишь, как мы по первому дивизиону когда была программа сказали, об этих мы сейчас ничего не будем говорить. то, что мы договорим. Будут позитивные какие-то. С победой. Молодцы. Будем смотреть дальше. Продолжится. Поговорим более подробно. Не продолжится. Будем ждать лучших времен. Я тебе могу сказать про Лемантис. Много раз их видел. Ты знаешь, это команда, которая в принципе может играть с любым соперником абсолютно. Но вот бывает у них не идет футбол. Вот их футбол, в который они любят играть. Они любят играть в комбинационный футбол. То есть через передачу. Все без всяких забросов. То есть классический, хороший такой футбол. И когда он у них не идет, то они, к сожалению, не могут зацепиться даже за маломальский положительный результат в виде ничьи. Ну, как есть, так есть. Хамовники Айраты. Матч завершился в ничью 1-1. Очень эмоциональный матч получился. С удалениями и там, и там. Взорвались чуть-чуть команды. Ну, как обычно, на ровном месте бывает. Завелись, успокоились потом. Сами же и сожалеют о том, что натворили. Футбол без эмоций не футбол. Поэтому такие моменты все равно будут случаться из недели в неделю. Можем зацикливать. Айраты в итоге в десятке. Хамовники у нас пока что на 14 месте. 21 очко. Вот как раз от Айраты оттает на 9 очков. Ну, у Александра Иванова свои, принципы, комплектования. Тяжело команде. Как могут, выживают. В принципе, есть неплохие футболисты. И пожелаем... Причем во всех линиях. Нападения, полу защиты, защиты, везде. И вратарь тоже. Опытный вратарь, кстати, и удалился. Ну, мы же не знаем. Я в каком-то репортаже, не помню, по-моему, на суперкубке, да, когда ты работал в поле, да, комментировал. Я помню, я сказал то, что, ребят, ну, всякое в жизни бывает, но все-таки надо оставаться все равно воспитанными мужчинами и, ну, не вести себя. Некорректно по отношению и к партнерам, и соперникам. Ну, не будем никого учить. Ну, там эмоции, эмоции, эмоции... Эмоции схлынули, ну, ничего страшного. Потом люди сами будут сожалеть о том, что отдыхать придется, и поэтому тут о чем говорить. Мы лишь только можем помочь, не эмоционировать, но не более того. Обинский Атлант. Второй раз упоминаем мы эту команду подробнее в передаче. Одерживает победу над Браусом 5-1. В принципе, фаворит в этой игре был известен. Думали мы, что придет кто-то из Атланта к нам и Еврокубки обсудить, и вообще перспективы команды во второй лиге, о команде поговорить, но нет. Матч с Браусом я снимался. Плюс еще и Александра Челышева порадовали. Просил он, говорил, мы вот играем не очень удачно, там бывают матчи, снимите нас, мы вот разберем одну нашу игру, и после этого заиграем еще лучше. Ну вот, пожалуйста, один из лидеров, 5-1, в принципе, ну, 5-1, 5-1. Можно разбирать, смотреть, где недорабатывают, где что. Ну, победа ожидаема. Знаешь, даже если бы покрупнее выиграл Атлант, я бы не удивился, но если бы и меньше была победа, тоже бы не удивился. У Брауса много зависит от приезжающих. Да, ты знаешь, там как бы так ситуация складывалась, я об этом уже в начале сегодняшней передачи говорил, то, что Атлант сделал себе запас, там, 2-0, по-моему, счет был, и на какой-то отрезок игры, там, чуть ли минут на 20-30, вообще не было ни забитых мещей, ни ничего. У меня такое ощущение сложилось, что все, футбол закончен. Ну, потом там немножко Бравос забил, чем спровоцировал еще три меща в свои ворота просто. Вот и все. То, о чем я тебе говорил, Атлант в любой момент может включиться. Запас проще, если у этой команды есть. Ну, Атлант потенциально идет на втором месте, и как бы Интеросу не дает спокойно дышать. Три очка стоит, Интеросу где-то потерять три очка, ну, проиграть кому-то, и Атлант тут как тут, если, конечно же, они наберут свои очки. Ну, молодцы. Ну, в принципе, мы по третьей лиге выделяли эту команду, вот одну из немногих, там, антиспорт, можно было выделить, и Обнинский Атлант. Да? Что они доказывают, и в этом чемпионате антиспорт хорошо выступают в своей группе. Ну, антиспорт относительно, да, конечно. Ну, молодцы ребята. И Атлант, ну, в принципе, Атлант мы ожидали, что будет бороться за выход второй дивизион. И всяких успехов еще раз пожелаем им в Кубке Москвы, чтобы у нас представители играли там наши, чтобы мы, ну, был чем гордиться Еврокубка хоть. А то западные и южные коллеги нас так смотрят. Да, да, да. Ну, это, ладно, это все временно, и... Мы на них тоже после портера нормально смотрели после первой игры. Ну, согласен. Пойдем дальше. Заряд Дубль играет с Ленинскими горами. Заряд Дубль побеждает со счетом 5-3. Ну, что сказать... Андрей Волобуев, Александр Алхазов. Извините. Ленинские горы хорошая команда. Ленинские горы играли без вратаря. Полевой игрок защищал ворота. Ну, и ищут, ищут свою игру. Да, там бывшие футболисты Папая сейчас в большом количестве появляются. И Денис Гонт обещал мне, что сейчас еще подъедут. Что-то тут не хватает. В каждой игре чуть-чуть Ленинским горам. Команда симпатичная. Знаю я, что там и какое-то время назад разговоры шли о том, чтобы вообще закончить выступление. Но, к счастью, нет. Поменялась ситуация и людская, и ситуация в команде. Придут результаты, я уверен. Тем более 5-3 против сильного заряда. Команда заряда на втором месте у нас сейчас идет. Поэтому... Исходя из этой игры, да, складывается ощущение, что вот-вот Ленинские горы прорвет просто. Вот и все. Ну да, да, да. Будут соперники, с которыми можно будет играть на равных. С Айрата была игра недавно. И там, ну, равная игра. Айрата – это десятое место. Ну, понятно. То есть, конкурентоспособный хороший коллектив Ленинские горы. Просто на данный момент пока еще не обрели себя в этом чемпионате. Все. Соглашусь с тобой. Матч Фурии-Классико. 8-0. Классика побеждает. Ну, Фурии раз на раз. Говорили, что команда обновляется. Молодые футболисты. Из Хамоновиков-09 вернулся там игрок в родные пенаты. Но классика в этом сезоне. Тёмная лошадка такая. Как-то они не попадают особо в наши какие-то обзоры. Как-то не говорим мы особо о них. Но молодцы. Молодцы. Но не стоит забывать, что несколько лет назад классика по спортивному принципу вышла из третьей лиги во вторую. Это по спортивному принципу была команда. Обученные хорошие футболисты. Галкипер очень хороший. С опытом выступления в высшем дивизионе за Ясенева. Ну и вообще такие есть игроки. Знаешь, такой аналог Росман из 2А. Да. Да. Абсолютно похожие коллективы. И примерно одинаковый футбол они показывают по содержанию тоже. Все через пас, комбинации. Бывают какие-то эмоциональные всплески. Но без этого никак. Но ребята молодцы. Мы их поздравляем. Ну а Фурии обрастать мясом. Уметь цепляться за очки. Где-то там, как у меня тренер в детстве говорил, через немогу, на жопе, в подкатах и так далее. Где-то что-то выгрызать. Но опять, чтобы все это было в пределах правил и корректно. Ну у них там в Фурии, я видел, я появился опытный наставник в коллективе, играющий плюс ко всему. Не на позиции центральной защиты? На позиции центральной защиты. Ну это, наверное, возвращение произошло или нет? Нет, он взрослый мужчина. И в принципе, я думаю, сейчас вот ближайшие игры он более-менее выстроит. Сейчас он хотя бы поймет, что вообще делать, из чего делать. И выстроит какую-то модель того, за счет которой Фурия будет добиваться результата. Ну и последняя игра, также мы ее транслировали, это матч ФКС-Корсар. Знаешь, что-то ФКС меня начинает потихонечку разочаровать, как команда начала. И реально, помню, там битва с Антеросом, команда реально играла здорово. Команду можно было расценивать как одного из претендентов на повышение в классе. Можно было. Потом, видимо, какой-то людской ресурс, то ли, может быть, люди ушли, может быть, еще что-то. Да, конечно же, там Тимофей Кирьянов, это легенда ЛФЛ, человек, который играл за Балтику. И причем он здорово играет, он как играющий тренер, он играет центрального защитника. Но вот, к сожалению, партнеры не всегда понимают. Не сказать, что там какие-то футболисты деревянные, что там просто люди выходят далекие. И даже, знаешь, в воскресенье я смотрел матч высшего дивизиона. Такие оговорились мы о высшем дивизионе. Столица Артель – Керосинка. И как раз ФКС готовился к этой игре с зарядом. Недалеко от них я стоял. И вот даже Тимофей Кирьянов своим ребятам объяснял в том-то эпизоде. Там какие-то ошибки были у футболиста. То ли Артель, то ли у Керосинки. Неважно, не помню. И он говорил, вот, мы так же делаем. Почему нельзя отдать? То есть человек с огромным футбольным интеллектом. И он объясняет все. Знаешь, как говорит, свои мозги никому не переделаешь. Иногда становится... Ну, сочувствую я ему. И у него очень хорошие, светлые футбольные идеи. Ну, я думаю, что и Дмитрий Богомоев, и Амагалан Наржимоев там разберутся. Команда явно тренируется. Видно, что людской какой-то ресурс. Может быть, кто-то травмирован. Кто-то там по турнирам каким-то постоянно ездит, я знаю. И тяжело Тимофею давать какой-то стопроцентный результат. Стартовали здорово. Дальше, конечно, чуть-чуть подкачали результаты. Но 17 место на данный момент. И, на самом деле, до 13-го, до Ави-Лан 5 очков. Не так уж и много. И посмотрим, что будет сейчас в весенней части. Вторая десятка, она вообще, в принципе, нестабильна. И какие-то там итоги маломальские сделать пока невозможно. Все может измениться точно наоборот. Ну, и Корсар с победой стал в последнее время тоже потихонечку входить в привычку. Если раньше Корсар какой-то там, ну, не очень. Беспросветная. Беспросветная. Там и перед прошлым сезоном там вообще команда была на грани развала. Но Василий Королев вовремя пришел и вмешался в дела команды. Если прошлый сезон был какой-то такой, ну, играем и играем. И то хорошо, как такой досуг. Сейчас появились несколько интересных молодых футболистов. Ну, конечно, с Айду Сок. Мы уже говорили, что команды 1-й дивизион могут смело приезжать, смотреть на него. И вот трансферный окно 16-го числа. Мы ни в коем случае не хотим развалить Корсар. Просто мы советуем на кого обратить внимание. Потому что он выделяется реально. Ну, он из-за ЦДН-2 там играл на Западе. Еще за ряд команд. Ну, хороший футболист. Бегущий, бьющий. И почему бы не отмечать его. Ну, Корсар молодцы. Побеждают ФКС со счетом 5-2. К ним приближаются. После 19-ти матча 15 очков у команды. И давай дадим слово Василию Королеву после победного матча с ФКС. Поздравляю с уверенной победой. Расскажи об игре. Ну, игра получилась, в принципе, низкочители непростая. Потому что и народу у нас приехало немного, и с ротарями получилась проблема. Так, в принципе, я полевой игрок. Но ребята молодцы. Пропустили первыми. Но собрались. Забили. И в целом, можно сказать, довольны сегодня. Готовились к сопернику? Да, ну, как вы готовились третьей лигию. Каммон. Сами собрались. Настроились. Понял. Скажи, пожалуйста, какая задача у вас на сезон сейчас стоит? Задача на сезон очки набирать. Подниматься как можно выше. Мы сейчас внизу таблицы. Поэтому... Спасибо. Желаю дальнейшим удачи. Спасибо. Ну что ж, друзья, обсудили мы второй дивизион. Насколько могли, обсудили все матчи, все команды. Нам очень приятно, что мы были с вами. До Нового года у нас планируется еще одна новогодняя передача. Там мы попробуем подвести коротко очень итоги года. Ну, пытаемся какую-то креативную программу сделать. Может даже не на кухне соберемся. Посмотрим. Ну, а так или иначе, сегодня вам спасибо за внимание. Будем надеяться, что вам понравилось. С вами был Михаил Першин. И я Антон Погодин. До свидания. До свидания.